Редкий житель Есентуков Вся его жизнь – это сопротивление судьбе, войне, смерти, болезням и победы над ними. 91-летний Алексей Дуботовка не перестает удивлять своей спортивной форме. Ежедневная норма бегуна – 10 км в день. Но история его жизни еще более удивительна. Алексей Павлович Дуботовка – это наша гордость, наша звезда, действующий спортсмен. Марафонец, участвует во всех мероприятиях. Его всегда приятно послушать, потому что он не только бегает, но у него были подвиги в его юности. Отдыхая в санатории в городе Есентуги, Алексей Павлович влюбился в это замечательное место и остался здесь жить. Мы находимся в городе Есентуги у дома человека-легенды – Алексея Павловича Дуботовка. Мы очень рады, что сегодня с нами в гости идет Игорь Владимирович Сухоручков. Это председатель Совета ветеранов спорта города Есентуги. В июле 2020 года Алексей Павлович перенес серьезную операцию, но, несмотря на это, принял нас, чтобы поделиться своими воспоминаниями. Я сам из Белоруссии. Война началась с Белоруссии. Ну, когда немцы зашли, начался кровавый режим. Семьями уходили в партизаны. Вот мы были в партизанском отраде имени Покрышкина, героя Советского Союза. Немцы собрали жителей села, в котором жил Алексей Павлович. И его мать, его и его брата повели в сарай, чтобы сжечь живьем. И вот непосредственно перед сараем мать толкнула его и говорит, сынок, беги. Договорились с киномехаником. Все. Мне поднесли мину. Корзина была с двойным днем. Заплетенная мина внизу, а сверху еда. Ну, я зашел в кинобудку. Я говорю, дядя Коля. Вот я принес, значит, осиний снег. Вот он заложил мину им и ходил с кинобудки. Ну, он ушел к партизане, а я ушел к тетке ночевать. С 1944 года начинается лагерный кошмар в жизни Алексея Дубатовки. Детский лагерь смерти Салспилс, где у малолетних узников брали кровь для солдат вермахта. Потом лагеря в Белостоке, в Палькинбурге и Бранденбурге. К тому времени советская армия уже освобождала Польшу. Алексей попадает на немецкую биржу труда, а затем на ферму Карлу Рушне. Потом были победы и освобождение. Дома нет, родителей нет, подписка о 20-летнем молчании. Армия. Целена. Инженер-электрик после окончания политеха. Но старые раны, гнилая еда и тяжелый труд отрицательно сказались на здоровье. Наша серия забегов держит свое начало с октября 2017 года. Есть несколько людей, которые не пропустили ни одного нашего спортивного мероприятия. Это те самые ветераны спорта, про которых мы с вами часто говорим. Это Алексей Павлович Дубатовка. Ветеран не только спорта, но еще и участник Великой Отечественной войны. 139 марафонов, полумарафоны, пятнашки, десятки, пятерки. Название городов на его медаль. Удержать их в одной руке невозможно. Вес его побед около 9 килограмм. Накануне 9 мая ежегодно проводится марафон, который возглавляет участник Великой Отечественной войны Алексей Павлович Дубатовка. Что бы вы хотели пожелать молодому поколению? Что бы ни пили, ни курили, занимались спортом. Любым видом спорта. Что бы были крепкими, здоровыми, защитниками. Он является самым, наверное, большим примером для современной молодежи, для детей. Если ухудшается здоровье, нужно бежать не в аптеку, а в горы. Бег – это моя жизнь. Слова Алексея Павловича. Редактор субтитров А.Семкин